Всего четыре желтых плаката, только начало. Это Станислав Плотников, фитнес-тренер из Подмосковья, который оказался уроженцем Мордовии. Однажды он просто ехал на машине, увидел толпу людей на мосту, там с парапета свисал человек. Стас побежал посмотреть, что случилось и может ли он помочь. Естественно, он использовал свою физическую силу, он перелез через перила моста, взял его за руку и вытянул человека. После этого он просто спокойно пошел на работу и не думал, что он станет героем новостей. Место на другом плакате заняла поселковый почтальон Анна Томшина, которая забила тревогу, когда одна из сельчанок не пришла за пенсии. Оказалось, что пожилой женщине стало плохо в собственном доме, ей нужна была медпомощь. Узнать имена и подробности истории можно только с помощью QR-кода. Организаторы намеренно обезличили плакаты. В этом есть своя изюминка. Она показывает, насколько это обычный человек. Обычный человек прямо из толпы может оказаться героем и нести в себе все геройские качества, которые могут спасти кому-то жизнь. То есть это набор на самом деле невелик. Это немножко смелости и неравнодушия. И это есть у каждого обычного человека. На плакате возле МВД герой, которого знает каждый в Саранске участковый Василий Мартынов. В августе 2019-го спас пятимесячную девочку от собственного отца. Это он вел переговоры с явно нетрезвым мужчиной, который угрожал зарезать и выкинуть младенца с балкона многоэтажки на химаше. Пока плакатов всего 4-3 в центре Саранска и один на химаше. Но организаторы уверены, именно в таком формате надо продолжать транслировать разумное, доброе, вечное. Светлана Лашина, Андрей Просвиркин. Наши новости.